Жирные кислоты, поступающие в организм человека, могут использоваться для синтеза собственных жиров, или три глицеридов. Для этого, помимо жирных кислот, необходим глицерин, откуда организм его берет. Во-первых, он может поступать при расщеплении поступивших с пищей три глицеридов. Однако, организм может и создавать его сам. Для того, чтобы глицерин мог включиться в различные процессы, как и все другие молекулы, он должен сначала пройти процесс активирования, активации, присоединения остатка фосфорной кислоты. Этот процесс управляется ферментом глицеролкиназа, находящимся в печени. И образуется глицерол-3-фосфат. То есть, остаток фосфорной кислоты присоединяется к третьему атому в молекуле глицерина. Обратите на это внимание. Далее, глицерин может превращаться в лизофосфатидную кислоту, когда к первому атому углерода присоединяется жирная кислота. Вот этот остаток жирной кислоты называется ацил. Этот процесс называется ациллирование, присоединение ацила, остатка жирной кислоты. Фермент, управляющий глицерол-3-фосфат, ацил-трансфераза. То есть, фермент, переносящий ацил, остаток жирной кислоты, на глицерол-3-фосфат. Он присоединяется к первому атому углерода в этой молекуле. Источником глицерина может служить также дигидроксиацетонфосфат, продукт гликолиза, продукт метаболизма глюкозы. Здесь мы видим взаимосвязь между обменом углеводов и жиров. Это происходит с участием энергии НАТ-АШ. Образуется глицерол-3-фосфат из дигидроксиацетонфосфата и уже все дальнейшие процессы. Однако из дигидроксиацетонфосфата лизофосфатидная кислота может получаться и другим образом. Здесь как бы те же реакции, но происходящие в обратном порядке. Сначала к дигидроксиацетонфосфату присоединяется ацильная группа к первому атому углерода. Получается ацилгидроксиацетонфосфат, а уже затем происходит его восстановление с присоединением водорода к кето-группе, находящейся у второго атома углерода. И образуется та же самая лизофосфатидная кислота. Обращу внимание, когда мы говорим лизофосфатидная кислота, триглицериды и так далее. Это общее название группы веществ. Отличаться друг от друга они будут вот этими самыми боковыми ацильными радикалами. То есть какая, в зависимости от того, какие именно жирные кислоты входят в их состав, будет очень большое разнообразие этих веществ. Дальнейшая судьба лизофосфатидной кислоты следующая. При помощи фермента ацилтрансферазы, которая присоединяет к ней второй остаток жирной кислоты, ко второму атому углерода, образуется фосфатидная кислота. Итак, фосфатидная кислота – это глицерин, у которого к первому и второму атому углерода присоединена жирная кислота, а к третьему атому углерода – остаток фосфорной кислоты. Фосфатидная кислота является источником синтеза различных фосфолипидов, о которых мы упомянем позже. Также, что еще может происходить? Фосфатидная кислота. В фосфатидной кислоте может отщепляться остаток фосфорной кислоты, и она будет превращаться просто в диацилглицерол. То есть, глицерол, к которому присоединено два остатка жирной кислоты по первому и второму атому. Соответственно, что может происходить с триацилглицеролом или триглицеридом по-другому? Это разное название того же самого вещества или целой группы веществ, в зависимости от того, какие жирные кислоты входят в состав. Когда подобные вещества поступают с пищей, в энтероцитах есть фермент ацилтрансфераза, который отщепляет остаток жирной кислоты от первого атома углерода. Получается моноацилглицерол или моноглицерид, в котором жирная кислота находится у второго атома углерода. Я не случайно перечисляю, повторяю, к какому именно атому углерода присоединяется тот или иной остаток. Потому что в пространстве эти первые и третьи атомы углерода, они отличаются. Они как зеркальное отображение, но для ферментов это существенно. И те ферменты, которые могут влиять на первый атом углерода и что к нему присоединять или отщеплять, не могут влиять на третий атом углерода. И наоборот. Поэтому и вещества будут отличаться по свойствам в зависимости от того, к какому из атомов углерода присоединен остаток жирной кислоты. Отсюда мы можем сделать еще один важный вывод. В пищевых липидах в состав могут входить разные жирные кислоты. Но их химические свойства и влияние на организм будет определяться не только тем, какие именно жирные кислоты входят в состав три глицерида, но и какая из них к какому атому углерода присоединена. Потому что их судьба будет различная. И влияние различное в зависимости от пространственного положения, к которому из атомов они присоединены. Диацилглицерол или диглицерид может под действием фермента диглицерола цилтрансферазы, находящегося в эндоплазматической сети клеток, в частности адипоцитов жировых клеток, превращаться в триглицерид или триацилглицерол, в котором к каждому из трех атомов углерода в молекуле глицерина присоединен остаток жирной кислоты. Три остатка жирной кислоты. Это триглицерид. Жиры, точнее триглицериды, короткая их аббревиатура обозначения ТАГ, триацилглицеролы. Я буду использовать термин триглицериды. Они запасаются в адипоцитах жировых клеток и они являются очень таким большим источником энергии, очень хорошей формой запасения энергии, потому что способны запасать почти в 6,5 раз больше энергии на грамм массы, чем гликоген. То есть это хороший способ долго хранить энергию. Гликоген, хотя на единицу веса в нем запасено меньше энергии в 6,5 раз, однако он является очень мобильным, его легко использовать организму. А липиды являются таким долгосрочным вкладом на длительное хранение, которое, однако, тоже является важным источником энергии в организме человека. Сравните, из одной молекулы триглицеридов выделяется 9,1 ккал на грамм, а из гликогена на 3 грамма гликогена выделяется только 4,3 ккал. То есть разница в 6,4 почти в 6,5 раз. Вот фотография клеток жировой ткани, адипоцитов. Они находятся повсюду в нашем организме, они находятся в коже, подкожно-жировая клетчатка. Они окружают различные внутренние органы, так называемый висцеральный жир. Это настоящие фотографии слева сверху и справа, только они раскрашены при помощи компьютера. А слева снизу вы видите фотографию среза адипоцита. То есть это в микроскоп рассматривается срез. Вы видите, что внутри, по сути, адипоцит. Вот справа это ядро, такое с плюснутой серповидной формы, на периферии находится. А основную массу клетки занимает одна большая капля жира, 3 глицеридов. 3 глицериды, в свою очередь, могут расщепляться в жировой ткани, превращаясь назад в жирные кислоты, глицерин, и транспортироваться или в печень, и транспортироваться в печень, или в другие ткани, для того, чтобы использоваться для различных процессов. Синтезируясь во время и сразу после приема пищи, липогенез, и запасаясь в жировой ткани, 3 глицерол является формой хранения и насыщенных, и мононенасыщенных жирных кислот. Распад 3 глицеролов, или 3 глицеридов, по-другому называется липолиз, или еще одно название, мобилизация жира. Он идет в жировых клетках постоянно, и обычно существует равновесие между синтезом и распадом 3 глицеридов, даже в состоянии покоя организма. Печень, сердце, скелетные мышцы и другие ткани, кроме эритроцитов и нейронов, более 50% энергии получают именно при окислении жирных кислот. То есть это очень важный энергетический процесс. Тех жирных кислот, которые поступают из жировой ткани благодаря постоянному фоновому липолизу. По мере уменьшения резервов глюкозы, клетки все более и более начинают использовать жирные кислоты, как источник энергии, окислять их. Таким образом, насыщенные жирные кислоты выполняют роль своеобразного буфера энергии в организме. Мобилизация 3 глицеридов и окисление жирных кислот активируется при нормальных физиологических стрессовых ситуациях, например, эмоциональный стресс, мышечная работа, голодание, при разных патологических состояний, таких как сахарный диабет, различных гормональных заболеваниях и так далее. В результате липолиза в адипоцитах образуется свободный глицерин и жирные кислоты, которые затем могут претерпевать различные превращения. Глицерин с кровью доставляется в печени, почки, здесь фосфорилируется и окисляется в метаболит гликолиза ди-гидроксиацетонфосфат. Или диоксиацетонфосфат. В зависимости от условий, ди-гидроксиацетонфосфат может включаться в реакции глюконеогенеза, например, при голодании, при мышечной нагрузке интенсивной, или же окисляться в гликолизе до пировиноградной кислоты и затем уже превращаться в осетилкофермент А или использоваться для других целей. Жирные кислоты транспортируются в крови в комплексе. Как мы уже сказали, жиры просто так в крови не плавают. Отдельные жирные кислоты транспортируются в крови в виде связи с белками-альбуминами. Эти белки создают печень постоянно, они представляют собой большую часть белков в составе плазмы крови. И они являются такой формой транспорта. И они, соединяясь с жирными кислотами, они как бы не дают им ни к чему прилипать и переносят их к месту предназначения. Здесь упомянем, что альбумины вообще являются очень важными переносчиками. И они переносят разного рода небезопасные молекулы в крови до места назначения. При физической нагрузке жирные кислоты в этом комплексе с альбуминами направляются к мышцам, а в обычных условиях и при голодании к мышцам и большинству тканей. Однако при этом около 30% жирных кислот захватывается печенью. Субтитры создавал DimaTorzok